итак дорогие друзья все собираемся прямо вообще точность точность у нас колоссальная просто невероятная точность уже мы прямо идем постоянный такой урок надо сделать какой-то прорыв посещаем асти давайте сделаем прорыв каждое сделаем каждый должен привести кого-то собой друга давайте делаем акцию приведи друга получим тору получим тору и так значит мудрость царя салмона сергей антох привет виктор комиссарук смотрит нас боди ртов из святой земли виктор ты можешь смотри виктор сейчас находится в израиле кто еще в израиле находится давайте посмотрим кто находится в израиле на святой земле шалом кто в израиле напишите я в израиле кто в израиле напишите кто в израиле находится на святой земле желательно в Иерусалиме конечно было бы классно есть кто там в Иерусалиме ну или хотя бы в Израиле давайте кто в Иерусалиме в Израиле и Юра жизнь мир я отлично давайте так скажем о классно Станислав Савк отлично давайте так скажем вот те кто сейчас в Израиле особенно находятся они на пл 하기 прям они ближе к по коммутатору ближе к непму а но в Израиле, но не в Иерусалиме, тоже хорошо. Есть кто, о, даже в Иерусалиме. Давайте так скажем. Скажите, вот давайте скажем, чтобы ей рацион мелифанейха, чтобы был рацион, чтобы была воля Бога перед тобой, чтобы все участники этого урока, которые сейчас учат Тору и хотят больше узнать про Бога и больше понять, как надо действовать, чтобы у всех было брахавы от слаха, благословения и удача. Особенно те, кто в Иерусалиме, они прямо вот там вот, прямо, чтобы у всех было благословение и удача, и чтобы Бог услышал все наши молитвы и выполнил запросы, позитивные запросы наши к Богу. И, значит, все. Амень, все говорят амень, и когда все вместе молятся, эта сила колоссальная, особенно те, которые в Израиле, в Иерусалиме, они сейчас за всех помолились, и, значит, сейчас прям пошла, пошла молитва наверх. Все. Прямо только надо сказать, хотя бы так шепотом, чтобы чуть-чуть, чтобы это вышло наружу, да, чтобы, просто можно своими словами, что Бог хозяин мира, пускай все участники этого урока, будет на всех благословение, удача, здоровье, здоровье, главное, чтобы было здоровье, энергия, счастье и успех. Все. Удачи, успехов. И продолжаем учиться. Мы сейчас на семнадцатом отрывке, шестой главы. Семнадцатый отрывок, шестьсот двора Галан. Все, помолитесь. Те, кто в Израиле, за всех, за нас помолитесь. И написано так, что тот, кто молится за других людей, особенно в том, что ему самому нужно, его молитва услышана будет в первую очередь. То есть, вот, например, там Виктору нужно здоровье. К примеру. Он молится за всех, чтобы всем было здоровье, чтобы были все здоровы, чтобы и в конце добавляют, и про меня не забудь, пожалуйста. Вот такая молитва, она намного больше, она намного сильнее работает, потому что Бог, он очень любит, когда объединяется сразу много людей, и это написано, что перед молитвой нужно принять на себя заповедь «Ваавтали, реха, комоха, возлюби ближнего, как себя». Это очень важно. Когда ты объединяешь себя с ближними, с другими людьми, когда ты включаешь вот эту вот любовь, то та мера, которую человек меряет, меряют ему. То есть, ты становишься как бы проводником для других, и если ты хочешь, чтобы другим было хорошо, то Бог точно так же с неба хочет, чтобы было хорошо тебе. Если ты хочешь, чтобы другим не было хорошо, то тогда оно все прямо конкретно заканчивается. Я не знаю, у меня есть какая-то там такая привычка, я когда писал книгу Коэлли, это «Экклезиаст», ну вот на этой уроке, я там подбирал факты, что действительно ли зло наказуемо. Я до сих пор вот иногда смотрю новости, когда в интернете, я захожу в раздел, ну там «Криминальная хроника», там, «Преступления». Как раз вчера я заходил, и там было, что в Европе, в Европе европейская полиция арестовала там воров в законе всех, там, в Греции, такая была облава воров в законе. И просто идет как бы, ну, чтобы всем было понятно, ну, кто это такие, да, и идет, вот, значит, у того с тем возник конфликт, его убили, а тот, почему его убили, убил того. И у них такая прям конкретная война, друг между, что-то где-то не так, война за сферой влияния. То есть, если человек находится на вот этой вот стороне зла, то его по-любому оно накрывает. То есть там, ну, он все время живет в такой вот атмосфере, в страха, зла, нападения. Это то, что вот мы закончили шестнадцатый отрывок, что шесть качеств ненавидит Бог, а седьмое, он ненавидит, это для него вообще отвратительно. Седьмое качество, это быть человеком, который скандальный, который ссорится, который медианим, который устраивает суды. Это Бог вообще не любит, ненавидит. И, опять же, в чем это выражается? Человек, который с другими ругается, то другие-то тоже не молчат. Человек, который на других нападает, они-то тоже отвечают. И в итоге вот эти все конфликты, скандалы, они плохо заканчиваются. Теперь с восемнадцатого, семнадцатого отрывка, вот мы сегодня продолжаем. Царь Соломон нам еще раз объясняет вот эти вот шесть качеств, которые ненавидит Бог. Значит, как бы идет углубление. И на им рамот, он не любит. Что такое и на им рамот? Глаза высокие, такие высокомерные взгляды. Вот человек, он такой высока смотрит на других. Это мне рассказывал один такой, ну, он не олигарх, я не знаю, назвать это олигарх, нет, такой мультимиллионер. То есть он говорит, что я за жизнь заработал и потерял около пятидесяти миллионов долларов. Я не знаю, или это олигарх, или нет. Ну, пятьдесят миллионов у него было. И он говорит, я каждый раз зарабатываю и теряю. И по одной и той же схеме. Зарабатываю и теряю. А как он терял? Вот он заработает там 10 миллионов долларов, да? Говорит, приходит ко мне какой-то человек, говорит, давай все, там друг такой, давай вложим, давай то, давай все. Я эти 10 вкладываю и теряю. Или он меня кидает, или кидают его, или еще что-то. Потом я опять работаю, 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 зарабатываю. И опять приходит такой же, и опять меня кидают. И, значит, Жириновский, кстати, вот Дмитрий задал вопрос про Жириновского, да? Мы же не знаем, Жириновскому хорошо живется или нет. Он же, ну, просто, как бы человек, который, с моей точки зрения, он вообще в полном неадеквате. То есть мы не можем к нему в голову залезть. Но как минимум, человек, который ругается, он же сам-то ему нехорошо. То есть какой уход мысли у человека, который ругается? Все козлы, как меня достали? Не могу это терпеть. Я сейчас ему отвечу. А он такой козел. А он сейчас со мной судится. А я его буду побеждать. И он все время вот в этом вот напряге. То есть, ну да, он живой пока, Жириновский. Вот это единственное, что можно сказать, что он пока живой. А хорошо ему или плохо? Наверное, плохо, раз он все время кричит, недоволен. То есть человек, которому хорошо, он не будет все время орать, что все козлы. То есть раз все козлы, значит ему же самому хуже всех, если тебя козлы окружают. Правильно? Значит, но опять же, это не значит, что Бог должен был сразу его там уничтожить, убить. То есть он живет в своем каком-то мире. Я не знаю. Я не могу про него ничего сказать. Я его не знаю. А с этим человеком я лично разговаривал. Он мне рассказывал пример из своей жизни. Он говорит, что не он, его родственник купил яхту и приехал на это яхте, приплыл или Монако, или Ницца, ну, Лазурный берег Франции. И он на этой яхте заплывает, заплывает он в бухту. И сидит в этой яхте, такой яхта, ну, метров там 25, например, да, яхта. И тут заплывает вот такая вот яхта, которая там 70 метров, ну, огромная, намного больше. Какого-то тоже русского олигарха, типа Абрамовича, так заплывает, его прям тенью так накрыло, и он сразу видит себя на этой утлой лодочке относительно той большой яхты. И он говорит, все, позор, собрались, уплыли. То есть, когда человек свысока смотрит на других, он, почему он может свысока смотреть на других? Он по каким-то критериям себя оценивает лучше, чем они. И он так вот свысока на это смотрит. Но обязательно, если он уже включает эту оценку, кто выше, кто ниже, так он же тут же оказывается в этой лестнице ниже, чем другие. Если ты свысока смотришь на других по деньгам, то кто-то богаче, чем ты. Если ты смотришь уже, ладно, хорошо, допустим, Джефф Безос, он говорит, все, я самый крутой, я там у меня 120 миллиардов долларов, да, Амазон, все, я самый крутой. А знаете, какого он роста, Джефф Безос? 155 сантиметра. Придите, метр 55, маленький такой. Вообще, то есть, метр 55, это ниже, чем у меня дочка. Вообще, ну, то есть, карманного формата такой. Понятно, что у него 120 миллиардов, но он и так на всех смотрит, да. И он и на каблуках ходит, и завидует. Наверное, у него поэтому и 120 миллиардов это компенсация. Он не мог, представляете, как мальчику тяжело, когда он, ну, такого маленького роста. Значит, это Бог осуждает, написано в 17-м отрывке. Он не любит гордых с Эйнаем Рамот, которые свысока смотрят на других людей. Дальше, он не любит Лошон Шекер, тех, которые обманывают. Тех, которые обманывают, и тоже здесь это связанные качества. Если я смотрю на других свысока, то тот человек, кто смотрит свысока на других, вот тот же Жириновский, он врун конкретный. Он высокомерный и он врун. Он врет вот вообще, не просто, он просто врет вообще, без остановки. Я недавно, буквально там, неделю назад, смотрел его какое-то выступление, ну, вот просто в Ютьюбе, кусочек я посмотрел. Он вот, знаете, человек просто от вольного, вот так вот, и пошла. А что это Трамп? Да сколько ему осталось? Да мы сейчас... И вот он вот просто такой поток мыслей, бред, видно, что он выдумывает. Иран, Ирак, тут же он перескативает туда, Трамп, Америка. То есть вообще просто врун такой, именно он рассчитан на дурака какого-то, да, потому что любое его слово зацепи копни, вообще нет, ну, нету там не то, что основания, вообще ничего нету. То есть он чистый такой врун-манипулятор. И это Бог не любит. И наем рамот, высокомерие, лживый язык, выядаем, шовход дам на киеве, и руки, которые проливают чистую кровь. Значит, руки, которые проливают чистую кровь, здесь, казалось бы, ну, мы там не убийцы, ну, большинство, кто смотрит этот урок, я надеюсь, не убийцы и не проливают чистую кровь. Но здесь есть такой нюанс, такой нюанс, да, что значит, есть такой нюанс, что проливать кровь, проливать кровь, можно и не убивая. Почему? Вот, например, есть, есть в Талмуде такое выражение, что, значит, сейчас, большинство где-то как-то замешаны в грабеже, большинство людей где-то как-то замешаны в грабеже. Муадбе орает, меньше людей замешаны в разврате, и все авакла шонара, и у всех есть пыль злоязычия. Такое есть выражение. Что значит большинство они замешаны в грабеже? Значит, смотрите, вот человек опаздывает на встречу. Два человека договорились встретиться. Один опаздывает на встречу, второй его в это время ждет. Можно это назвать, что он украл у него время? Особенно, если тот, который ждет, думает, что это так, то здесь есть в его мысли, то есть, если один человек думает, что его ограбили, то в этом что-то уже есть. На небо он шлет сигнал. Шлет сигнал. Поэтому есть такие люди, которые не опаздывают и к ним на встречу лучше не опаздывать, потому что пока он сидит, вас ждет, он может на вас такие там эти дины, такие суды на вас поднять и на себя, на себя-то еще больше, потому что когда ты судишь другого, ты в первую очередь судишь себя. О, как можно опаздывать, какой он, там все, он у меня время украл. Когда человек так вот нагнетает внутри себя волну, то во-первых, он против того нагнетает. Но кого в первую очередь судят на небе, его же и судят. Ты-то сам все равно мог, даже если тот, кто не опаздывает, иногда опаздывает. Если ты так за это прямо других казнишь, то ты на небо прямо шлешь сигнал, что за опоздание надо руки обрезать. Представляете, сидит человек, ждет другого. Тот опаздывает. И он говорит, я считаю, что за опоздание надо руки обрезать. Он про себя так говорит. И он прямо шлет эту мысль, шлет, 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 а потом сам опаздывает. А на небе, ну на небе у него там внутри эти слова все остаются, поэтому очень нужно быть мягким в словах. То есть ни в коем случае нельзя жестко-жестко вот говорить эти вещи, потому что каждый раз, когда ты говоришь на кого-то, ты говоришь внутри своей головы. А если ты говоришь внутри своей головы, то ты в первую очередь говоришь это на себя. Плюс шлешь сигнал на небо. Поэтому вот эти все очень Тора запрещают злоязычие, не злоязычие, а маты вот эти все слова, потому что скажешь ты там стоп, чего-то там куда-то, а потом получаешь. Ну это понятно, да, это очень не дай бог чтобы никому. Теперь значит бог не любит, глаза высокомерные, язык обманывающий, я даю, что в ход дам найти. Руки, которые проливают чистую кровь, то есть иногда это тоже грабеж, украл время, украл, недоплатил кому-то, с кем-то там поругался, то есть нужно быть очень осторожным вот в этих всех отношениях, чтобы даже человек, который не убивает, но он у другого что-то забирает, он как будто бы у него проливает кровь. Еще есть, когда ты кого-то обижаешь, человек покраснел, побледнел, обиделся, это тоже как злоязычие, когда ты кого-то обижаешь словами, это тоже как будто бы кровопролитие, когда человек побледнел, покраснел, то есть нужно с этим быть крайне осторожным. Дальше, 18-й отрывок, сердце, которое Лев Хореш, Хореш это как бы борозда, когда человек хочет посеять на поле урожай, он вначале его пашет. Так, сердце, которое пашет, Макшевот Овен, сердце, которое пропахивает мысли грешные, это Бог тоже не любит. Значит, иногда человек в голове, он пропахивает мысли грешной. Я вот совершенно прям не понимаю и я всем не советую и прямо очень, очень, я уверен на 100% во вреде фильмов ужасов. Фильмы ужасов, триллеры, убийства, боевики, они дико вредят. Почему? Это прямо борозды в уме, когда ты смотришь этот того убил, этот тому руку отрезал, глаза вырвал, выдавил, этот там пострелял, как только ты смотришь эти все фильмы, они прямо как борозды, которые проходят в уме и это же все остается в голове, потом оно перемешивается с твоими мыслями и бах, у человека, ну, потом в жизни случается полный такой капец. Почему? А я считаю, что пересмотрел фильмы ужасов, то есть очень много людей реально себе уничтожили голову и жизнь тем, что туда впустили много вот этой вот гадости, да? и это Бог не любит, тот, кто грешные борозды себе мыслит в голове, ведь человек сам-то не может ничего думать, если это предварительно не попало ему в голову извне, то есть не может человек мечтать о Буртина Фасо, если он не видел ни разу Буртина Фасо, у него, то есть ему должны вначале войти в нервную систему, в мозг, должны войти элементы, элементы картинки, там они должны отпечататься, а потом он уже может сам эти картинки сопоставляет, поэтому грешные мысли, они появляются только от семян, которые вошли в голову, понятно, да, идея? Роглаем мимоород ля руслера, и Бог не любит ноги, которые спешат бежать к злу, значит, здесь опять же идет вот та же самая, идет, видите, как начинается все с глаз, высокомерные, язык, который говорит обман, руки, которые проливают кровь, потом идет сердце, которое пашет мысли грешные, и ноги, которые спешат потом это все выполнять, то есть ноги, это уже конечная стадия, человек, прежде чем побежать куда-то, он должен вначале это увидеть, потом он должен себе сказать, что типа каким-то образом объяснить себе то, что он увидел, что это нормально, потом он начинает это делать руками вначале, да, потом у него уже мысли эти пропахались в голове, после того, как он руками сделал, у него уже как бы уже пошли, ну, уже прямо борозда в мозгу, и потом он побежал это уже делать, уже ноги дальше, роглайм, это еще от слова эргель, эргель это привычка, человек родиль к чему-то, да, говорят, что он к чему-то уже привык, да, эргель привычка, понятно, то есть, ноги потом бегут к делать зло, девятнадцатое, значит, Яфех, Гзавим, девятнадцатый отрывок, это у нас что, так, осталось нам совсем немного, вот двадцатый отрывок уже будет позитивный, хочу закончить позитивным, значит, Яфех, Гзавим, значит, смотрите, это идет прямо, он еще раз перечисляет все те шесть качеств, которые Бог не любит, а седьмое он больше всего не любит, смотрите, значит, Яфех, Гзавим, Эдшетер, вот слово Яфех, я вот не понимаю, как, Яфех, Гзавим, Эдшетер, Эдшетер это лжесвидетель, а Яфех, Гзавим, А Яфех это произносящий от слова Яфех, выдыхает, да? Выдыхает обман, там написано так, да, в переводе? Произносящий ложь, значит, Эдшетер, свидетель лживый, это Бог не любит, значит, что это значит? Вот смотрите, человек, есть вещи, которые, когда мы говорим о тех событиях, которые прямо у нас перед глазами, вот человек, например, он говорит другому человеку, меня не устраивают наши отношения, или мне не нравится, как ты, даже не так, мне не нравится, как ты ко мне относишься, нет, не так, человек говорит, меня не устраивают наши отношения, слово отношения, это уже обман, почему обман? Нет такого понятия, как отношения, отношения, это совокупность Тысяч разных транзакций, из которых какие-то да, какие-то нет. То есть это такое дикое обобщение. Отношения это обобщение, которое в одном слове есть там тысячи-тысячи разных нюансов. Нюансов, действий, слов, разговоров и так далее. Давайте сейчас закончим. Осталось вот этот отрывок. Этот отрывочек остался. И остался еще двадцатый позитивный. Все. Сейчас у нас девятнадцатый, двадцатый. Значит, не знаю, кто успеет присоединиться, присоединиться. Кто не успеет, не успеет. Я закончу сейчас просто быстро вот эти два отрывка. Значит, девятнадцатый отрывок такой, что выдыхает лживые слова свидетель лживый. И Мишалех, тот, кто шлет вот эти вот суды, Бен Ахим, между братьями, это самая страшная вещь. Что-то вот эти вот суды устанавливают между братьями. Так вот, я закончу. Что такое... Значит, обычно человек даже в мелочах, когда он говорит в мелочах, он говорит обман. То есть, он может и не специально говорит обман, но его слова, они не соответствуют действительности. Это надо понимать, что когда я говорю что-то, я говорю просто такая верхушечка айсберга того, что я хотел бы сказать. Когда я слышу, что кто-то говорит что-то, это маленькая верхушка айсберга, которую он хочет сказать. И весь разговор двух человек, которые просто не задумываются, а просто говорят, он вообще ни о чем, и он это не истина. То есть, если ты хочешь понять другого человека, ты должен постараться понять. Вот он говорит, меня не устраивают наши отношения. Что ты имеешь ввиду под словом отношения? Как я к тебе отношусь? Да, как ты ко мне относишься? Что ты имеешь ввиду относишься? Как относишься? Я знаю, как я к тебе отношусь. Я к тебе отношусь хорошо, но мне не нравится какое-то твое поведение. Так я считаю, что я к тебе отношусь хорошо, но мне не нравится. А ты считаешь, что я к тебе плохо отношусь. Так что ты имеешь в виду плохо? В какие конкретные случаи? Тот говорит, мне не понравилось, что ты мне сказал так-то, так-то и так-то. А что ты подумал, что я имел в виду, когда это сказал? Я подумал так-то, так-то и так-то. А я имел в виду другое. Вот и разобрались во всех отношениях те люди, которые хотят действительно понять истину. Но люди обычно не хотят понять истину, потому что каждый думает, что он понимает истину и говорит уже истину. Но это еще бытовуха. А когда человек размышляет о вопросах веры, мировоззрения, Бог, вечная жизнь, отношения к разным аспектам жизни, это такая все абстракция, это настолько все неконкретно, настолько все непонятно. Но есть люди, которые изначально настроены, то есть у них есть вот это вот главное мерило, есть Бог, есть вечная жизнь, я боюсь Бога, Бог за всем следит, есть награда за правильные действия. То есть если у человека установлена вот эта вот главная внутри такая серьезная система координат, и он лично искренне хочет за нее зацепиться и ее понять, и хочет, чтобы, и он чувствует внутри, что вот есть Бог, это добро, любовь, правда. Есть я, во мне внутри тоже есть добро, любовь, правда, но это какая-то, ну как бы основа, стержень, душа, но на нее одета некая система мировоззрения, взглядов, которая она, я могу точно сказать, у всех людей, я не могу сказать точно про всех людей, это как в анекдоте, когда папа говорит сыну, сынок, если кто-то тебе говорит, что он знает что-то абсолютно точно на 100%, он идиот, не бывает, чтобы человек знал, что это абсолютно точно на 100%, сын говорит, папа, ты уверен? Он говорит, абсолютно точно. Так я такой же, значит, я могу только про себя сказать, я знаю, что моя система взглядов на мир, которая формировалась в 44 года моей жизни предыдущей, да, и продолжает формироваться сейчас, она создана из тысяч каких-то непонятно откуда взявшихся мыслей, миллионов мыслей, взглядов, схем, предположений, каких-то статьи про воров в законе, которые, может, писал какой-то журналист, который ни одного вора в законе не видел в жизни, то есть у каждого человека внутри столько пустой, несоответствующей действительности, фрагментарной информации, что сказать, что вот это вот эго, да, эго, вот этот вот мыслящий аппарат, он вообще, ну, как, как бы если оценивать его с точки зрения, насколько он истинно воспринимает мир, как есть, 1%, 2%, там, ну, то есть 99%, это чистая вообще иллюзия, пустота, да, теперь, но если человек понимает, что у него есть внутри вот эта вот часть, которая на 100% связана с Богом, это 100% истина, есть Бог, который 100% истина, и есть Тора, которая 100% истина, и человек хочет в этом разобраться, это одно, а другое мировоззрение, о котором он говорил в 19 отрывке, что есть лжесвидетель, который, который хочет извратить, у него есть осознанное желание пропикнуть какую-то другую систему мировоззрения, и, ну, самое страшное, это тот, кто ссорится и ругается, продолжает, опять царь Соломон, разъяснять эту линию, вот эти вот шесть вещей, которые Бог ненавидит, и седьмая, которую ненавидит больше всего, тот, кто мишалех, медяним, бенахим, тот, кто посылает суды между братьями, это относится к тому, что есть люди, которые это называются сплетничество, да, он приходит к человеку и говорит, ты знаешь, говорит, вот Вася про тебя такое сказал, ну вот он негодяй вообще, и Вася этот вообще, потом этот смотрит, он уже с Васей стоит разговаривает там и про него чешет, то есть вот эти вот сплетники, сколько в жизни скандалов, сколько в жизни вообще ужасных вещей, потому что один, это мне вчера, например, сказал один человек про другого человека, и говорит, вот я его видел конкретно, он делал такое плохое дело, там все, во сколько, в два часа дня, а я знаю точно, его там в два часа дня не было, вообще не было в два часа дня, а дело было то, о котором он рассказывает в шесть вечера, и я знаю под оплеку этого дела, и то, что он делал, тот говорит, что он делал что-то там против меня, а я знаю, что он это делал по моей просьбе, то есть прям конкретно, вот вчера была со мной такая ситуация, при которой человек мне рассказал про другого человека, который мой там, ну близкий, рассказал, ну какую-то вещь, как будто бы тот против меня, вообще, ну вообще ни о чем, причем в этом случае я знаю, что тот, кто рассказывал, он хотел мне лучше, просто у него вот как-то информация внутри, вот так вот она, как-то не так связалась, и у него не было злого умысла, он хотел мне помочь, но я увидел, насколько человек живет в вымуштенном мире в таком, в котором где-то что-то там, ну как бы фрагментарно зацепилось, зацепилось не так, и он джжжж, и вот так вот рассказывает, поэтому это Бог не любит, нельзя говорить гадости про других людей, не будьте посланцем, который приносит дурную весть, то есть не надо, то есть чем меньше негатива внутри, чем меньше негатива вы передаете, чем меньше негатива вы воспринимаете, тем лучше ваша жизнь, и тем лучше жизнь вокруг вас, и жизнь мира, поэтому только позитив, и 20-й отрывок нам царь Соломон говорит, как добиться позитива, нсор бни митсват авиха, сохрани, как бы останови, установи, сыночек, говорит царь Соломон, митсву, приказ твоего отца, приказ Бога, делай заповеди, то есть делай митсвот, и именно с этого начинается, вначале ты делаешь в Альте то, что Рат и Меха, а потом ты не отодвинешься от Торы твоей матери, то есть вот вся керувная работа, все, я считаю, что строится немного неправильно, не по этому отрывку, в этом отрывке человек должен вначале делать, если он делает заповедь, потом он примет ее объяснение, если он не делает заповедь, и не собирается ее делать, то никакое объяснение ему не помогут, но если ты уже начал делать заповеди, то ты делаешь, то уже тебе как бы объяснение-то принять легко, понятно, да, идея? То есть нужно начать с того, и мне кажется, хаббат, вот в этом они очень сильно подходят, давай оденем тфелин, давай оденем тфелин, давай оденем тфелин, уже человек одевает тфелин, давай я тебе расскажу про тфелин, давай, все. Все, друзья, значит, мы заканчиваем этот урок, давайте, кто что понял, три важных вещи, я понял, что заповеди на первом месте, делаем заповеди, Особенно, когда ты преодолеваешь свое нежелание делать заповеди, тогда тебе и награда большая, и потом ты поймешь, как все это делать. Второе, ни в коем случае нет негатива, нет скандалов, нет конфликтов, нет вообще судам, даже мысленным судам над собой и над тем-то. Все классно, все слава Богу, все от Бога, Барухашем, все. И третье, что я понял, это, это что? Что, да, иллюзия, все, мы живем в иллюзии, все выдумывают. Все, давайте каждый, напишите, пожалуйста, своих три вывода, поделитесь своими выводами с максимальным количеством людей, завтра с Божьей помощью встречаемся в 10. И Эйтан сегодня хочет сделать объявление. Привет всем, привет всем, рад вас всех снова видеть. Маленькое объявление, сегодня где-то в 7.15, в 7.20 будет трансляция, такой шок-контент, самая шокирующая информация вообще о евреях, о еврейском народе. В 7.15 вечера сегодня обязательно проведем трансляцию, всем пока. Да, все, удачи, хорошего дня всем, пока.